МАСТИКА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА МАСТИКИ ДЛЯ ОСНОВЫ Лучше брать зеленую мастику, чтобы в промежутках не было видно другого цвета. Также мне потребуется скалка, лезвие и кукурузный крахмал. Итак, сначала сделаем градиентные ленты из зеленых цветов. Я в произвольном порядке укладываю эти цвета. Желательно, чтобы цвета контрастировали друг с другом. И сделаю самый-самый легкий градиент. Раскатываю эти кусочки и складываю их совершенно легким нахлестом. И путем проделывания несколько раз вот таких манипуляций мы получим полотно с легким градиентом, которое будем раскатывать в ленту. Такая последовательность цветов в дальнейшем нам будет обеспечивать кольца. Итак, я раскатала нужное мне полотно толщиной примерно где-то миллиметр-два и теперь я разрезаю его на ленточки. И далее каждую ленточку я еще больше раскатываю либо при помощи скалки, либо при помощи паста машины в более тонкую ленту. Вот такие ленты мы получили. Некоторые из них я разрезаю пополам, чтобы получить более широкую вариацию колец. И теперь беру ленту и из совершенно любого конца я начинаю скатывать бобину. Чтобы не повторяться в рисунке, я рекомендую каждую ленту скатывать совершенно произвольно, чтобы у нас получились бобины с разной последовательностью в цветах. Я сделаю три колбаски. Для этого я скручу три бобины. И вот такие бобины у меня получаются. У них разная последовательность колец. Каждую бобину я предварительно спрессовываю, а затем более тщательно спрессовываю каждый кусочек, придавая форму колбаске. Итак, вот такие три колбаски я получила. И теперь я буду придавать им разный размер. Для этого я некоторые колбаски разрежу на несколько частей. И каждую часть я буду либо сужать, либо наоборот расширять путем спрессовывания. Цель моих действий – задать каждому кусочку разный размер. По окончании я беру каждый кусочек и со стороны срезов защипываю. Защипнув кусочек, скатываю в бусину, и моя заготовка малахита готова. Так я проделываю с каждым кусочком. Защипывая каждый кусочек со стороны срезов, мы как бы замыкаем наш рисунок малахита внутри, не повреждая его. И вот такие шарики у нас получились. Мы их спрессовываем между собой. Вот именно так выглядит в природе настоящий необработанный малахит. И мы спрессовываем этот кусочек, пока он не станет более-менее ровным. Разрезаем его пополам и получаем предварительный рисунок нашего малахита. Когда мы будем накладывать эти кусочки на основание, мы будем раскатывать, и тогда мы получим более-менее реалистичный рисунок природного камня. Итак, мы разрезали заготовку на несколько частей. Каждая часть в своем рисунке индивидуально. И теперь раскатаем основу, на которую будем укладывать наши фрагменты. Основу по цвету лучше брать под малахит. На тот случай, если у вас между кусочками будет какой-то промежуток, чтобы его не было видно. На эту основу мы укладываем наши фрагменты. Если где-то у вас будет при раскатке пробел, это не страшно, можно его заделать кусочком малахита. Рисунок этого камня прекрасен тем, что он совершенно не будет виден даже в качестве латки. Итак, припыляем кукурузным крахмалом стол, полотно и начинаем раскатывать наш малахит. При раскатке рисунок увеличивается и мы получаем имитацию малахита. И вот такое малахитовое покрытие для торта из мастики у нас рождается в итоге. Как видите, я его покрыла здесь медом, что усилило цвета мастики и сделало эффект от полированности камня. Медовое покрытие высыхает за несколько минут и у нас остается вот такая прекрасная малахитовая съедобная шкатулка. Если вам понравилось мое видео и оказалось для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на YouTube, а также в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. А сегодня на этом все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!